Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает вопадом. И сейчас я хотел бы объяснить, зачем же я взялся за рассказ о детективе. Ну не читатель я этого жанра. Не люблю я книги, все обаяние которых пропадает, если заглянуть на последнюю страницу. Помните, как в прекрасном анекдоте про злобного билетера или кассиршу, или, значит, смотрителя в кинозале, который говорит нелюбимым посетителям о том, смотрите, прекрасный фильм, убийца-садовник, вот и весь прелесть, это особый жанр. Как существует жанр, допустим, свадебного гимна, гиминея, эпиталама древнегреческая, существует жанр басни, существует жанр детектива. Там четкие каноны. И, конечно, эти каноны меня смущают. Нет, я читал «Десять негритят», нет, я читал массу детективов и хвалил их уже в своих видеорассказах. Но вот эта книга, это произведение, которое умело притворяется детективом, точно так же, как главный герой, умело притворяется таким вот пройдохой и, значит, обаятельно рассказывает свою, на самом деле, довольно чудовищную историю. Итак, не тычьте в меня этой штукой. Прекрасный роман Кирилла Бонфиоли. Я впервые познакомился из этой книги с именем автора. В общем-то, ему именно вот эти вот романы о Чарли Маккабрея, я сейчас еще скажу пару слов о его имени, принесли известность и мировую славу, и экранизацию голливудскую с первыми звездами, типа Джонни Деппа, то есть просто вообще невероятная известность. Но самое-то главное, то, что меня книга привлекла тем же, чем она привлекла блистательные перья английской литературы современной. Допустим, Стивена Фрая. Она привлекла стилем. Это абсолютно потрясающая вещь. Во-первых, английский юмор, он в принципе неуловим. Но это та вещь, которая в переводе поддается очень плохо пониманию и передаче средствами другого языка. Это та культура, которая должна бы передаваться вместе с переводом. Но, конечно же, мы находимся в совершенно другом семантическом и культурном ряду, и нам очень сложно понять, почему же так смешно. Так вот, переводчику на все сто, на мой взгляд, это удалось. И название «Не тычьте меня этой штукой» точно и четко отражает с самых первых слов название, то, как будет вестись рассказ. Потому что Чарли Маккабрей, а вот здесь очень важно, здесь есть даже маленькое предуведомление от издательства Lifebook, почему Чарли Мордыкай стал Чарли Маккабреем. Ну, потому что там в английском оригинале фамилии соединяются две аллюзии, две ассоциации. Значит, это смерть и древнее иудейское имя Мордыкай. А Маккабрей – это, соответственно, танец Маккабр, то есть, напоминание о танце смерти, перед которым все равны абсолютно. И Маккейавей – тоже древнее иудейское имя. По-русски это звучит очень естественно, и одновременно высвечиваются ассоциации. В этой капельке отражается вся суть того метода, которым пользуется переводчик. Потому что он действительно пытается передать не формально то, что было произнесено персонажами, а вот именно этот подтекст, этот юмор. Здесь невозможно не хохотать, хотя, еще раз говорю, история-то сама по себе чудовищная. Ну, сперли картину Гойе. Хорошо. Франциско Гойе – это то имя, значит, это каждая почеркушка которого стоит сломанных человеческих судеб, целых состояний и достойно большой истории. Соответственно, если крадена такая картина, то добром это не кончится. Это понятно, что история будет всерьез. И вот этот самый обаятельный, плутоватый, изнеженный, чрезвычайно, ну, как вам сказать, чрезвычайно испорченный, да, такой дитя порока, главный герой, он торговец произведениями искусства. И, конечно же, он ввязался по самые уши в это самое похищение. Более того, был одним из его организаторов. Более того, как выясняется, был, не скажу кем. Потому что иначе пропадет обаяние как раз того, с чего я начал, да, зачем же я взялся за жанр детектива. Детектив – это особенный жанр. Там ни в коем случае нельзя заглядывать на последнюю страницу романа. И если вы хотите получить удовольствие от книги, так вы оцените стиль. Тогда вам захочется читать ее подряд. И уже не будет соблазна посмотреть, что же будет, в конце концов, с уважаемым господином, значит, Чарли Маккабреем и его замечательным Джоком. Там у него есть Джок. Это, понимаете, это, конечно, Джипс и Уустер, да, безусловно. Но это совершенно другие персонажи, они по-другому устроены. Хотя, мне кажется, вот эта вот сама идея двойчаток, да, она чем-то характерна для английской литературы. Совершенно недаром Конан Дойль блистательно дал, придал, да, присоединил к Холмсу Ватсона, без которого Холмса просто не было бы, да. Вот Резонер нужен, но это не просто Резонер. Это тот образ, который создает всю картину, а не дополняет ее. Поэтому Джок там совершенно необходим. Но в остальном, вот что вам сказать, это надо читать. Это огромное удовольствие от стиля, от непередаваемой игры слов, от самой иронии, которой полон, значит, главный герой. Это, кстати, его возвышает очень сильно. Потому что, ну, вообще-то, всякие тайные агенты, а тут упоминается в аннотации Джеймс Бонд и прочие там, значит, ловкие мошенники какие-то там, такие удалые, да, они все, конечно, нестерпимо пафосны. Вот, Макабрей тоже пафосен, но Бонфиоли удалось передать потрясающую самоиронию. Он все время подтрунивает, он открыто издевается, причем довольно злобно над своими противниками, да, вот. Он все время подтрунивает над собой. Ну, и, естественно, немножко подтрунивает над читателем, потому что невозможно рассказать эту историю, вот, полную убийств, насилия, вот, значит, там есть прекрасные постельные сцены, пожалуйста, и так далее. Напоминаю, этот рассказ не предназначен для... Этот детектив не предназначен для детского чтения, вот. Там есть потрясающая совершенно описанная интрига, да, которая просто государство сталкивает лубами целые, а не просто какая-то там история из жизни торговца антиквариатом. В общем, читайте, наслаждайтесь. Такого детектива, по-моему, история еще не знала. Хотя я могу ошибаться, я не знаток жанра. Возможно, меня поправят. Но я присоединяюсь к Стивену Фраю в его восхвалении этой книги, потому что, ну, собственно говоря, это праздник стиля. Это наслаждение английским юмором. Это афористичность такого, такой густоты, что хочется просто растаскивать книгу на выражение. И это, конечно, потрясающее интеллектуальное наслаждение, да. Ну, вот, совершенно не похожее на наслаждение, на наслежку за действиями вот этих всех бесконечных детективов, секретных агентов и их прообразов, да. Вот такой вот роман. Не тычьте меня в этой штуке. Издательство Lifebook. Кирилл Ботфиоли. Теперь буду знать и запомню имя этого автора, потому что оно того стоит, конечно. Спасибо за внимание.